Последствия от сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp будут минимальны, но он совпал по времени с отчетами разоблачителя о неэтичных действиях компании, что вызывает вопросы, заявил РИА Новости профессор Университета Флориды Эндрю Силипак. Ранее бывший менеджер Facebook Фрэнсис Хауген обвинила компанию в желании увеличить прибыль в ущерб интересам общества. Я не думаю, что сбои обязательно будут иметь долгосрочные последствия, но я полагаю, что люди должны задаться вопросом о моменте, в который сбои произошли, из-за только что вышедшей истории. Время кажется несколько неподходящим для Facebook, заявил Силипак. По мнению преподавателя, правительство не так обеспокоено сбоем, как при остановке операций компании Colonial Pipeline в мае. Я думаю, с точки зрения правительства, если взлом не совершен сторонней организацией, правительством, воздействие сбоя в работе Facebook и Instagram на несколько часов на самом деле имеет довольно-таки ограниченное воздействие на повседневную деятельность среднестатистического человека, отметил Силипак. Ранее глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой и заявил, что Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать. Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на 7 часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении.